Ребятки, приветствую всех на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. И в данном видео для вас сделаю обзор по вашим просьбам на обзор на колоду мистических моментов. Есть такой оракул, сейчас я с ним работала. Вы наверняка увидели у меня его на канале, либо возможно на каналах других практиков. И пришло время сделать обзор на колоду Таро мистических моментов. Правда, она у меня будет несколько иная. Я объясню почему. Потому что та колода, которая издавалась в US Games, она имеет несколько иную обложку. А так структура все аналогично то же самое. И она будет англоязычная. У меня же немецкоязычный вариант. И отличается здесь только обложкой. Плюс здесь колода на немецком языке. По сути, это, наверное, те немногие отличия, которые различают эти колоды. Я вам покажу, какая обложка потом на той колоде. Итак, перед вами Таро мистических моментов. 83 аркана полноцветных, ярких, красочных, таких вот жизнерадостных, которые напитывают энергетикой, для прогностики, просмотра будущего ваших волнующих ситуаций и, знаете, для эстетического удовольствия. Потому что, одному могу сказать точно, эта колода не может оставить кого-то равнодушным. Вы к ней можете испытывать только либо благововение, либо, ну не знаю, неприязнь, другого назвать не могу. Итак, давайте смотреть на продукт. Плотный картонный такой вот бокс. Покажу вам колоду со всех сторон, чтобы вам было видно. У меня издательство Кёргенфорд Урания. То есть, есть еще, вот видите, второе, это издается US Games, англоязычная версия. Почему 83 аркана? Мы сейчас с вами посмотрим, изучим все это, весь этот нюанс. Вот вам покажу упаковку со всех сторон, чтобы вы могли видеть, лицезреть всю эту красоту. Ну и давайте смотреть, что же это такое за красота. Итак, автором и художником данной колоды у нас является Кэтрин Уэльсштайн. Это художница, автор колод, которая соединяет неожиданные элементы природы и полет воображения. Как видите, колода у нас в стиле сюрреализма. То есть, она пытается донести вам, так сказать, ароматы цветов, воздушные замки. Это мир фантазий, сказок. То есть, знаете, как попытаться вас окунуть в невесомый мир магических фантазий. Вот, скажем так, наверное, основная ее задача, либо цель, которую она перед собой ставила. Итак, колода выполнена в традиции Оэта. Все арканы у нас проиллюстрированы. Масти стандартные, жезлы, чаши, мечи, пентакли. Единственное отличие этой колоды заключается в том, что здесь некоторые карты задвоены. В основном задвоены это карты двора, потому что здесь у нас король выступает не только в мужском обличье, но и дополнительно король в женской ипостаси. С чем это связано, мы сейчас посмотрим с вами. Так, давайте откроем с вами бокс и заключим карты. Скажу честно, видите, здесь не совсем удобно. Почему? Потому что нет никакого шелкового шнурка, шелковой ленты, которая бы помогала эти карты доставать. Вот яркий, красочный. Посмотрите, насколько живописный буклет. Насколько он красив. Очень хорошая полиграфия. Естественно, он здесь на немецком языке представлен. Те, кто не знает немецкий, это только вам, переводчикам, читать. Вот ее значение по каждому аркану. Почему такая прорисовка. И значение аркана в прямом и в перевернутом положении. Поэтому, когда вы мне пишите, что фу-фу-фу, это все чушь. Никто не работает напрямую с перевернутыми. Ребята работают, потому что это заложено традициями ордена золотой зари. Выходцами оттуда являются как раз у этой кроули. Итак, жезловая масть, кубки, мечи и по итогу пентакли. Ну и итогом у нас еще такой один базовый тематический расклад для Таро мистических моментов. Ну и здесь в конце, как рекламная, такая небольшая брошюра, буклет о том, что есть дополнение к этой колоде. Оракул мистических моментов. Вот такой вот бокс. Можете видеть внутри. Повторюсь, единственный минус это то, что как бы нет шелковой ленты для извлечения карт. В остальном уже никаких нареканий нет. Единственное, что вы можете здесь видеть, что, наверное, колода непоходная. Не для дамской сумочки. Хотя, не знаю, что у девочек наши сумочки такие, что дай Боже каждому. Но, как говорится, каждому свое. Но вряд ли вы будете брать ее с собой в дорогу. Это только больше такой домашний вариант. Итак, давайте обратим внимание на эту шикарную жемчужину. Вот такой у нас здесь серебристый срез. Видите, посеребренный. Как отливает. Видите, что ничего не кослатится, не осыпается. Замечательная, идеальная вырубка. Вот такая у нас красивая рубашка. Нейтральная, очень нежная. То есть, прекрасно подойдет для любых ваших фотоколлажей. Особенно для ваших социальных страниц. Инстаграм, ютуб и прочие вещи. Тут двусторонняя матовая ламинация. Как вы видите, здесь может быть минусом тот факт, что она бликует. Отблескивает. Это может вызывать какие-то свои нюансы технические. Но, тем не менее. Что еще здесь мне не нравится. Великовата для руки, скажу честно. Потому что размер карт у нас идет 12,7. Ну, почти 13 сантиметров. И здесь 8,3. Ну, из-за этого не совсем комфортно вам будут это совать. Сейчас тасовать не буду, потому что карты сложены по порядку. Чтобы я вам их показывала. Итак, давайте смотреть. Издательство у нас этой колоды 2021 года. Скажем так, это новинка. Буду стараться держать арканы так, чтобы для вас они не отблескивали. Было хорошо их видно. Все карты подписаны на немецком. Буду стараться вам переводить. Но, тем не менее, надеюсь, что образы узнаваемы. Это дурак. Посмотрите, насколько яркая, жизнерадостная подача. Колода, которая вызывает, ну, фактически, дикий восторг. Это невероятно красиво. А чего стоит маг? Ну, просто-просто загляденье. Очень-очень красиво. Я бы даже сказала, невероятно. Здесь символами, смотрите, земля – это растение, жезл в руках, воздух – бабочка. И водная стихия – это вот этот лебедь. То есть обладает всеми навыками. Жрица, как погружение воды сознания и бессознательного, развитая интуиция, приоткрыть завесу тайны. Очень-очень яркие по цветопередаче, очень насыщенные. Вот могу сказать, одна из немногих колод, которые заряжают своей энергетикой. Опять же, да, вот насколько детально и красиво, грамотно подана прорисовка императрицы. Видите, как показан плод в очреве. Она держит корону, уже как бы венчает ее своего ребенка. И вот здесь вот из лилии открывается цветущий сад. Насколько это красиво, да, вот женская энергетика, ее подача. Теперь, это император. Сейчас вам покажу его в двух ипостасях. В этой колоде Дварка она император. Первый у нас идет в женской ипостасе. Это женщина-правитель. Ну, видимо, все-таки Кэтрин Ватштайн пропитана духом феминизма. И показывает женщин успешных, которые тоже могут грамотно вести, манипулировать и кого-то себе подчинять и дергать за веревочки. Ну, и, в принципе, здесь тоже может проходить акцент на вопросы нетрадиционной ориентации. Потому что здесь эта женщина властная, сильная, мужик в юбке. Вот это как раз характеристика таковых леди. Здесь у нас уже четко чувствуется мужская энергетика, ее подача, непосредственно император во все свои ипостаси мужчина-мужчина. Потому что Дворец – это интеллект, это разум. Ветви – это спланированные стратегические действия. Цветы у него на груди. Это помимо строгости, что человек все-таки является радушным к окружающим. Ничего людское ему не чуждо. То есть может как нагазать, так и пожалеть. И человек, который прочно стоит на ногах, держит свои позиции. Так, Жрец в виде совы. Мудрость, знания, навыки, опыт. Гранит науки. Передавать свой опыт и знания другим. Любленные, смотрите, какие интересные. Здесь нет вопросов любовного треугольника. Здесь как раз момент единения. Быть в паре. Очень понравилось. Здесь колесница. Знаете, как по принципу «тише едешь, дальше будешь». Сама по себе она говорит и указывает на то, что, знаете, как… Неспешное движение. По принципу даже семь раз отмерь, один отрежь. Потому что здесь это лучше. Тише едешь, дальше будешь. Или, знаете, как… Лучше плохо ехать, чем хорошо стоять. Вот это, наверное, здесь об этом. Сила. Смотрите, какие замечательные карты. Не знаю, может, только у меня не вызывают восторг. Но действительно, это настолько глубокая проработка, прорисовка. Очень чистая, очень светлая энергетика. Вот отшельник, да, забраться на вершину духовности, в поиске света знаний. Колесо фортуны. Смотрите, какой сложный механизм. Что, опять же, цепочка и развитие событий зависит от импульса вашего сердца. Главное, не упустить время. Так, правосудие. Высоко сижу, далеко гляжу. То есть, все под контролем. Подвешенная. Смотрите, какая интересная. Причем вот эта вот за змейку. Смерть очень здесь понравилась в этой подаче. Как трансформация. Вот цветы в душе. Перерождение из гусеницы в бабочку. Вопросы трансформации. И опять же, все зависит от вас. Умеренность. Зоны комфорта, упокоения. И очень, наконец, стандартная подача аркана дьявол. Это, знаете, как в сетях паука. И тут она в виде, как платье из мухомора, проросла в мухомора. То есть, это быть зависимым от своих пагубных привычек. В первую очередь. То, что вас отравляет. Причем, как извне, так и по вашему собственному желанию. Либо с вашей собственной подачи. Башня. Это, знаете, как все проблемы в жизни от ваших мыслей. Мысли, которые вас разрушают. Посмотрите, какая здесь прекрасная звезда. И такие краски нежные. Подача, прорисовка. Ну, такое, знаете, чисто девчачья. Не знаю, как мужчинам заходят такие вещи. Нет. Но такое вот мимими. Луна насколько. Вот подача просто великолепна. Солнце. Суд. Ну, я думаю, вам будет понятно, как вам обрисуют. А когда пойдут уже масти. И старший аркан мир. Меня часто спрашивают. Так вот. Туз жезлов. Пошла дальше жезловая масть. Подойдет ли эта колода новичкам? Ну, вы знаете, по сути, здесь все образы, они узнаваемы. Если вы даже сами для себя возьмете, разложите эту колоду, а на каждый аркан положите классику, вы очень быстро отложите эти образы в своей памяти. И когда вы будете вспоминать, что же это за карта, у вас, знаете, как будет сразу же аналогия. Ну, если вдруг вы не можете перевести там с немецкого, с английского, у каждого могут быть свои сложности. Но, тем не менее, сюжетная линия все равно она узнаваема. Так же, как и четверка жезлов. Понятно, что это как бы семья, праздник, дом, стабильность. Да, есть некоторые такие, скажем, оракульные вещи. Вот пятерка жезлов. Что здесь? О чем тут идет речь? Ну, здесь на самом деле борьба, конкуренция. Но, опять же, если вы не знаете трактовку по классике, то это сложно. Эти сюжетные линии вам будут угадывать в оракульной колоде. Да, так же, как и шестерка жезлов. Это движение, это победа, достижение успеха. Это дорога. Смотрите, какой красавец мужчина. На семерке жезлов. Очень понравилась попадача восьмерка жезлов. Блин, так легко, так доступно. И так, знаете, как энергетически легко. Ну, не знаю, вот у кого есть в работе, и уверена, что вот после работы с этой колодой вы не устаете. Конечно, за всех говорить не могу, но вот когда с ней работала, знаете, как на одном дыхании. Действительно, очень легкая подача. Вот паз жезлов, исследователь, желание познаний, любопытство. Рыцарь жезлов, карта риска, молниеносного движения вперед. Дальше. Королева жезлов. И теперь, внимание, опять та же самая ситуация. Король жезлов женской ипостаси и король жезлов мужской ипостаси. Возможно, для вас это будет важно, значимо, когда вы будете, ну, кто работает с сигнификаторами, выбирать сигнификатор для Кверинта. Либо, если вы смотрите нетрадиционные взаимоотношения, то вам, наверное, будет легко тогда определять, что здесь происходит. Использовать вам все карты или не использовать, безусловно, решайте только вы сами. Тул скобков. Какой невероятно красивый. Что поражает, это глубина красок, глубина прорисовки. И, кстати, вот в колоде, которую выпускает US Games, обложка именно вот такая. Такого, до которой идет издательство США. На ней прорисована двойка кубков. Тройка кубков. Ну, вот здесь, знаете, как закрыться от апатии, от дождя, яркими эмоциями, быть в своем внутреннем мире. То есть здесь даже, понимаете, любая негативная карта, она все равно несет позитивную какую-то отдачу. Может быть, с толикой грусти. Вот даже посмотреть на пятерку кубков. Да, вы погрязли в негативных эмоциях. Но все равно есть просвет. Все равно есть радость в тех моментах, которые вы пережили. Все равно это даст тот положительный, либо позитивный опыт, чтобы вы не испытывали таких трудностей в будущем. Шестерка кубков, ностальгия, мечты, воспоминания. Ну, невероятно. Видите, вот на немецком издании как раз у нас изображена семерка кубков. Как мечты, исполнение, загадать желание. Ой, вообще невероятно. Знаете, вот с каждой колодой, которая ко мне приходит, можно сказать, как можно, да, там, любить все колоды. Но не как дети, каждый по-своему является особенным. У каждого своя изюминка. Ну, вот они просто невероятные. Могу сказать, это действительно те колоды. Я понимаю, что, может быть, для кого-то это колода не на каждый день. Но то, что вы периодически будете возвращаться для того, чтобы с ней работать, это факт. Она не только эстетически красива, она наполняет вас эмоционально. Ну, я не знаю, кому как, она действительно невероятная. Вот единственное, чего вам не подскажу, какая ламинация идет в англоязычной колоде. Она глянцевая, либо она матовая. Ну, вот у меня вы можете как раз лицезреть глянцевое здание. Королева кубков. Шикарно вообще. Мужчина-океан. Так, мечи у нас пошли. Интеллект, сила знаний, сила ума, связь с Высшим Я. Знаете, вот почему-то не знаю эту карту, когда вижу, вспоминается, на детский анекдот. Моня, не делай мне нервы. Так вот это и здесь. Знаете, когда вас долбят чем-то. Вот здесь та же самая ситуация. Из вашей головы делают гнездо. Тройка мечей. Вот видите, карта негатива, да, боль, слезы. Очень такая вот тяжелая ситуация. Но все равно человек это как-то подает в очень мягкой интерпретации. Четверка мечей, как сновидение, отдых, погружение. Пятерка кубков. Знаете, не любовь, не взаимно вырванное сердце, золотанные раны. Но куда же без этого. Восьмерка мечей. Видите, как и крылья есть, а лететь не дают. Связаны по рукам и ногам. Девятка мечей тоже интересна по своей подаче. Это как боязнь общественного мнения, чужих взглядов, решения, либо осуждения ваших поступков. А это вот десятка мечей, жизнь, боль. Это знаете, когда все проблемы от ваших внутренних эмоциональных переживаний. То есть тут, видите, не показывать ситуацию смерти. Говорю, очень мягкая подача и интерпретация этих карт. Вытер мечей. Творить, писать, излагать, вести блог, статьи, публикации. Королева мечей. Смотрите, как красиво. Опять же, король мечей в женской ипостаси. Контроль. Высшая форма власти. И непосредственно в мужской ипостаси король мечей. Хладнокровие, преданность. Вместе с тем высокое интеллектуальное развитие. Мудрость тела, мудрость духа. Так, теперь у нас пошли пентакли. Пус пентакли. Новый росток жизни. Новый росток знаний. Баланс на двойке пентаклей. Работа на тройке. Видите, все карты узнаваемы. Тут можно понять, что это четверка пентаклей. Пятерка пентаклей. Это зима в душе. Отсутствие ресурсов. Это сорванный цветок. Шестерка пентаклей. Взаимопомощь. Семерка пентаклей. Ожидание плодов вашего урожая. Здесь отачивает свое мастерство, работу, навыки. Очень нравится в этой колоде девятка пентаклей. Это, знаете, как карта изобилия. Жить в райском саду. Наслаждаться каждой минутой своей жизни. Быть довольным. Десятка пентаклей. Смотрите, какая интересная подача. Семья как центр вселенной. В мишени, видно вам. Тут еще, поскольку идут сруб дерева, родовые ветви. Потому что сколько поколений. Видите, поместье изображено. Очень классно. Паш пентаклей. Рыцарь очень классный. Смотрите. Королева пентаклей. И король пентаклей в женской ипостаси. Ну и король пентаклей в мужском обличии. Вот такая вот колода. Могу сказать, увесистая. Вообще, на самом деле, хорошо подойдет для мужской руки. Потому что она и широкая, и такая увесистая. Но я думаю, девчатам тоже понравится. Ребятки, у кого есть эта колода в работе, пишите свои отзывы, впечатления. Насколько для вас уникальна эта колода. Как она с вами взаимодействует, как работает. Ну а для тех, у кого пока такого инструмента еще нет, напишите свои отзывы. Хотели бы вы себе такой инструмент в работу и иметь в своей коллекции. Это, в принципе, все, что я вам хотела показать, озвучить. Искренне вам благодарна за просмотр, за внимание к тому, что я делаю. Жду от вас рекомендации касаемо новых колод, чтобы вы хотели увидеть на обзоре. С вами же не прощаюсь. До новых видео. С вами был Игорь Негода.